Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня у нас в гостях Дмитрий Волошенков, кандидат медицинских наук, депутат нашей Верховной Рады. Он был народный депутат Украины 5-го созыва, депутатом был снова Совета 5-го и 6-го, по-моему, созыва, заместителем главы Одесского благородства администрации. Вот перечисляя все вот эти ваши ипостаси, в принципе, понимая, что вы человек с той профессией, которая как раз нам сегодня и пригодится при разговоре о коронавирусе, и занимая различные должности и работая во власти, и зная все эти коридоры, все эти перипетии и так далее, с вами можно обсуждать вообще систему организации сегодня работы руководителей местного уровня и общегосударственного, потому что, я не знаю, вот мое ощущение, что все-таки Одесситы как-то немножко на расслабоне находятся, потому что маршрутки полные уже стали ездить раньше, по 3-4 больше не брали, вот, на трассе здоровья и на побережье на выходные вообще не протолкнуться, и ходят не по двое, а там по пятеро, по шестеро дети на самокатах катаются все спокойно, вот, в общем, как-то немножко беспечно, но все-таки нас предупреждают о том, что угроза есть того, что мы можем, так сказать, мы не попали в эту волну, в которую попали страны, вот, ну, у нас может это дело еще, так сказать, выстрелить, потому что, вот, особенно если взять вчерашние сутки, Америка побила уже рекорды по заболеваемости, Германия побила рекорд, то есть, уже выше пика, то есть, у них это все дело продолжается. Вот, поговорим, короче, о, так сказать, коронавирусе по-одесски, вот, вы же тоже, человек, находитесь в миру, что называется, тоже наблюдаете за тем, вот, как у нас все это происходит, вот, как вы считаете, вот, действительно достаточно бдительны, вот, наши руководители по отношению к этим нашим расслабленным медицинам, или все-таки надо жесткость, все-таки надо власть применить? Здравствуйте, во-первых, спасибо за возможность сегодня побывать в студии, буквально не так давно, как ни странно, мы в этой же студии тоже касались темы коронавируса, и я, как человек, который окончил Одесский медицинский университет, уже национальный медицинский университет, могу вам сказать, что я еще застал его славные годы, к сожалению, уже ушедшие в прошлое, и у меня были очень хорошие преподаватели и по инфекционным болезням, и по эпидемиологии, поэтому я вам могу ответить, ну, скажем, лично, вот, свою позицию, я соблюдаю несколько, придерживаясь нескольких таких постулатов, во-первых, я соблюдаю информационную гигиену, потому что в информационном поле сегодня, ну, самое мягкое, что можно сказать, это такой всеобъемлющий коронапсихоз, и второе, соблюдаю эпидемическую настороженность, но, я думаю, если говорить о теме эпидемии, о теме коронавируса, было бы очень правильно, с учетом того, что я увлечен достаточно давно историей, все-таки немножко вернуть наших телезрителей в историю Одессы, в прошлое, так сложилось, что в конце апреля месяца 225 лет одесскому карантину. За этот период создания одесского карантина было несколько таких знаковых эпидемий, которые вошли во все, скажем, исторические аналы, учебники истории. Это 1812 год эпидемия чумы и 1970 год эпидемия холеры. Это два разных строя, два разных исторических периода. Если мы говорим о чуме, то это период Российской империи, если мы говорим о холере, то это Советский Союз. И вот я хотел бы, вспомнив эти страницы, сказать о том, что сам карантин, он не является каким-то таким средством, которое решает проблему. Это всего лишь часть процесса. Еще есть лечебная часть, еще есть диагностическая часть, еще есть вакцинирование. И ожидать хорошего результата, просто опираясь на животворящий карантин, это, по меньшей мере, ненормально. То, что касается периода эпидемии чумы в Одессе, то здесь, естественно, важную историческую роль сыграл легендарный, известный Дюк Дори Шелье. И во многом появление его памятника, это определенный такой жест уважения со стороны одесситов, потому что именно он, правильно организовав и соединив воедино все эти меры, и карантин, и лечебную часть, и мобилизация врачей, и проторазверстка. Ему удалось справиться с этой достаточно серьезной проблемой. На тот период, причем после этого было еще несколько вспышек, но они уже были значительно меньше. Именно в 1812 год, там более 4,5 тысяч одесситов было заражено, и более 2,5 тысяч одесситов, к сожалению, ушли из жизни. И напоминание нам о тех днях, это известная многим одесситам чумка, которая гора находится на улице водопроводной. А в порту много-много лет, я не знаю, существует ли сейчас, но в порту, я знаю, существовала противочумная станция. Ну вот это эхо вот того периода. Как и, в общем-то, карантин, ведь по большому счету, что такое карантин? В переводе с французского это 40. То есть корабль, заходящий в порт, должен был в 40 дней стоять на якоре для того, чтобы там стабилизировалась ситуация. Если есть носители, то они бы были выявлены, и только после этого мог быть контакт этого экипажа, пришедшего в тот или иной порт уже с местными жителями. Кстати, если мы уже коснулись тему кораблей, тоже такой интересный, мне кажется, исторический флаг. Вот откуда появился вот этот пиратский флаг, да, череп с костями? В принципе, эти флаги использовали, если на судне, на каком-то возникала вспышка, какой-то, ну, как правило, это была чума, они вывешивали такой флаг, чтобы другие суда не подходили к ним, и чтобы они не могли заразиться. А пираты стали это использовать для того, чтобы их, так сказать, ну, экономили сюда. Ну, насколько я помню, если корабль был на карантине, то там черно-желтый флаг, такой разделенный на, ну, это уже такие морские детали. Я хотел бы здесь отметить очень важную роль, то есть в решении той задачи, которая была перед Дюком Дришелье, это очень важное участие Одесской инфекционной больницы. Она была построена в период между 1802 и 1804 годом, ее тогда мощность была порядка там 460 или 480 коек. И здесь нужно сказать об особом отношении и к медицине в тот период, и к врачам, и особое отношение к инфекционной больнице, как к основному передовому центру, который сталкивался так или иначе, это была передовая часть противостоянию любой инфекции, ну, и в тот период особенно. Наверное, это, можно сказать, был золотой период в жизни Одесской инфекционной больницы. Переворачивая страницы истории, приходим к следующему этапу. Советский период, 1970 год, известная эпидемия холеры. Такой был главврач СССР Бургасов, который лично приезжал и решал эти вопросы, потому что холера коснулась не только Одессы, были еще и Южные области, где была вспышка. Здесь тоже использовался карантин, причем достаточно жесткий, в этом карантине принимали участие в том числе и вооруженные силы Советского Союза. Да, то есть войска стояли вокруг города. Ну, предприимчивые одесситы в этот период, когда объявили карантин, там, за пару копеек переправляли, там, кого через Лиман, кого через границу. И тоже была мобилизована ситуация, остановлена, и здесь опять-таки на передовой были врачи-инфекционисты. И в советское время, в 1970 году отношение к Одесской инфекционной больнице, оно тоже было на высоком уровне. Во-первых, сама система здравоохранения Симашковская, которую я считаю лучшей. И уровень организации государственной службы, санитарной службы, подхода к решению вопросов, привел к тому, что всего, насколько я помню, по открытым источникам, всего 7 человек стали жертвами холеры. Переворачиваем эту страницу истории, приходим к нынешнему времени. Независимая Украина, все то, что в результате целой череды экспериментов сделали с некогда славным здравоохранением, с наукой. А действительно, ведь Одесская медицина, это потрясающая традиция. У нас прекрасная школа была, по крайней мере. К сожалению, кто-то в силу естественных обстоятельств ушел из жизни, кто-то в силу того, что здесь сотворили власть имущие, вынужден был уехать. Поэтому мы остались с тем итогом, к которому мы сегодня пришли. И вот, в сегодняшние дни, не надо много говорить, любой житель города может сегодня проехать, спуститься ниже Валиховского переулка и увидеть, в каком состоянии находится Одесская инфекционная больница, ее полуциркульный корпус, ну и все остальные, скажем, постройки, которые там находятся. Поэтому, когда перед эфемерным областным штабом по борьбе с коронавирусом первая задача возникла о организации медицинской помощи, то длительное время они могли определить, какая же больница должна быть на передовой. Потому что инфекционную больницу за это время мы практически полностью потеряли. Единственное, что успели сделать в свое время, это еще в бытность, как сейчас говорят, прошлой власти, это удалось сделать достаточно современное детское отделение. Ну, в силу определенных причин революционно-переворотных, дальнейшие вопросы не удалось реализовать, а уже следующие пришедшие за это и не брались. Поэтому, к сожалению, беря исторический опыт за основу периода Ришелье, периода Советского Союза, я могу сказать, что все сегодня не в пользу современного состояния дел. Я повторюсь, и организация медицинской помощи, и хозяйственные вопросы, ну и самое главное, полная такой, если можно сказать, деградация административного аппарата. И мы это видим и в маленьких поселках, и в больших городах, ну и комплексная ситуация, к сожалению, сложившаяся в стране в целом. Медицинскую реформу нашу только ленивые. И поэтому, кстати, были вынуждены наши власти объявить о том, что помимо инфекционной больницы будут, ну в качестве тех больниц, которые будут принимать зараженных людей, это было названо больницей водников, это был назван, по-моему, второй роддом. За это время, вы же понимаете, сегодня основным источником получения информации от этого так называемого штаба, это является просмотр личных страниц в социальных сетях, там ищут журналисты, я не так давно был на одном из каналов, где возмущались по этому поводу, что нужно листать Facebook и смотреть, что написал тот или иной деятель на своей странице, и от этого, значит, с этого черпать информацию. Поэтому за это время были разные версии. И во всех версиях отсутствовала инфекционная больница первоначально, потому что вдруг все проснулись и увидели, в каком она состоянии находится. Хотя еще раз повторюсь, это первая должна быть основная часть, и инфекционисты должны были быть теми людьми информационно, которые должны были быть сразу погружены в эту тему. У нас получилось, что коронапсихоз надували через информационные ресурсы блогеры, общественники, псевдополитики, еще огромная часть народа, которые не вылазят из телеэкранов, и тем самым создают еще дополнительную зону напряжения. Потому что люди загнаны в квартиры, люди так или иначе сидят, кто у телевизора или переключается на интернет, там такая же идет информационная волна, и получить действительно экспертное мнение, вот я по своему образованию терапевт, я не инфекционист, я сегодня базируюсь на каких-то основных базовых знаниях, которые были получены, и на небольшом клиническом опыте. И я, когда задаю свои вопросы тем людям, которые выступают с точки зрения экспертов, я говорю, почему вы не приглашаете эпидемиологов, почему вы не приглашаете инфекционистов, они есть. Во многом, вопреки вашей деятельности, они еще остались и ежедневно выполняют свою функцию. Вот эти моменты, они создают такой, скажем, ну определенный момент, то есть у людей, у кого еще осталось критическое мышление, появляются вопросы, на которые сегодня нет ответов. И действительно мы оказались не готовы, я имею в виду в рамках вообще нашего государства, мы помним, как мы проходили гражданскую оборону в школе, мы помним, когда, ну боялись тогда атомной войны, вот, но были резервы государственные обязательно, всякие системы, так сказать, защиты и прочее. Даже в каждой школе были там наборы этих противогазов и так далее, то есть в крайнем случае кого-то уже можно было бы спасти, вот. То сегодня этих резервов нет, выяснилось, так сказать, что маски, ну это уже притча вырезается, уже ленивый только об этом не говорит, маски все вывезли, продали, а потом кинулись, ой, масок нет. Опять же волонтеры, так как война начинала в 14-м году, волонтеры, так сказать, создавали армию, так и сегодня волонтеры ждут, но слава богу уже маски появились везде, даже в киосках и газетах они уже есть. Ну вот, решили эту проблему, в общем, достаточно быстро. Это уже становится модным трендом, как сейчас говорят, то есть эти маски уже делают там с разными стразами, с рисунками, это все приобретает такую гипертрофированную форму. Я хочу вам сказать, я выскажу свое личное мнение, когда только в информационном поле появилась тема коронавируса, я начал смотреть информацию из открытых источников, общаться с теми людьми, кого я считаю экспертами, и чье мнение весомо для меня в медицинской среде, в экономической среде. Я понял, что это часть некой комплексной проблемы, которую я вот, может быть, близкий, это будет аббревиатура близкая к тем людям, которые сегодня руководители страны нашей. КВН. Кризис, вирус, нефть. Общее нарастание экономического кризиса, огромное количество ресурсов, которые ничем не подкреплены, и так или иначе нужно было выходить из этой ситуации, имею в виду то, что касается западного мира. Вирус сам, который сегодня широко известен как коронавирус. Ну и нефть, потому что, если вы помните, предтечей всех этих событий стала ситуация такого развивающегося конфликта на почве цен на нефть между Россией, Арабским миром и Соединенными Штатами. Там сланцевая нефть, газ, здесь естественная добыча. Поэтому вот все вместе создало такую очень сложную сегодня для понимания многих мозаику. Я думаю, что через какое-то количество времени, мы будем еще вспоминать этот период, во-первых, все человечество столкнулось с удивительным фактом гипертрофированной информатизации. То есть сегодня мир стал очень маленьким. Сегодня каждый, у кого есть телефон с камеры, считает себя блогером. Никакого фильтра информации нет, потому что вообще любое слово «фильтр информации» сразу поднимается в буча по поводу того, что это нападение на демократию, это нетолерантно. И вот в этом всем дыме, в этой завесе люди теряются, потому что потеряны какие-то ориентиры профессионализма, ориентиры экспертного мнения. Сегодня это тоже изнасилованное слово «эксперт». Эксперт, коуч, активист. Мы за это время получили кучу всяких таких модных названий, а когда практически столкнулись с проблемой, оказалось, что нужны-то совершенно другие люди. Поэтому я думаю, что сам, если возвращаясь опять в базовые вещи инфекционного характера, или инфекционных болезней, сам коронавирус, он появился не сегодня. И я считаю, что он, скажем, ну в таком, не знаю, с медицинской точки зрения, наверное, в вирусном пейзаже, он уже давно присутствует, и уже у многих к нему есть первичный иммунитет. И еще раз повторюсь, я думаю, что нужно соблюдать эпидемиологическую настороженность, элементарные вещи соблюдать, мытье рук, минимизация контактов, но доводить это все дело до абсурдных таких моментов, как порой это рекомендуют через средства массовой информации, ну я для себя как бы, я придерживаюсь тех рамок, в которых меня учили в период, когда я был студентом медицинского университета. — Многие с надеждой ждут, что когда-то все-таки, наверное, изобретут вакцину, чтобы можно было провакцинировать людей. Потому что, вы помните, кстати, ОСПА, это была тоже одна из таких болячек всего земного, что очень много людей погибли, и нас прививали, так сказать, от ОСПА. — Я не хочу вдаваться глубоко в детализацию, у меня есть свое мнение относительно прививок, по поводу прививок и коронавируса, прививок и гриппа. Здесь у меня есть определенный скептицизм, и тут у меня есть свое мнение по этому поводу. Я думаю, что самая страшная ситуация, которая сегодня происходит, глобально идет форсированный развал того, что осталось от украинской экономики, страх людей, непонимание будущего. Никто не может сегодня объяснить, ведь мы, когда начали с вами эту передачу, мы вспомнили, что слово «карантин» из Амсулского слова «сорок». То есть 40 дней, ей были понятные временные рамки, которые выставлялись, а здесь она отсутствует, тут идет знак бесконечность. Тут каждый хозяйственный деятель, мэр называет какие-то свои даты, и никто не может даже приблизительно сказать, а как должно закончиться. То есть кто должен? Должен появиться какой-то персонаж и сказать о том, что все, карантин окончен, как это должно произойти. Вот я вам скажу, что извините, мозг просто на разрыв из-за этих дат, потому что я вот вчера, например, сильно не подсаживаюсь на телек, но все-таки смотрю какие-то новостные передачи, всякие диспуты. То есть я за одну передачу, буквально за полчаса услышал три даты. 3 мая, 10 мая, середина июля. То есть даже этим как-то люди манипулируют, и этим они ставят просто в тупик. А ведь нормальное психическое состояние человека, оно же тоже укрепляет иммунитет. Когда человек переживает нервы, вот он тогда наиболее увеземый. Знаете, все познается в сравнении и обычно судят по делам или по поступкам. Здесь для меня Министерство здравоохранения на примере его совершенно такого бесхозяйственного и какого-то циничного отношения к судьбе Одесского национального менуниверситета, который он проявляет, говорит о том, что если они не могут справиться с такой проблемой, казалось бы, простой и понятной, то говорить о чем-то другом – это всего лишь такая фиктивная бравада. Это вот простой пример, который у меня перед глазами, участником которого я был, поэтому я никаких надежд на эту структуру и на тех людей, которые там есть, не возлагаю, к сожалению. Увы. Ну и все-таки вы пессимист или оптимист? Человеку даже в самая, какая бы ни была сложная ситуация, свойственно надеяться. Поэтому вот эта надежда, она сама по себе является частью такого, да, оптимистического мира. Но мой скептицизм, он связан с тем, что я все время возвращаюсь либо к историческим материалам и сравниваю, как это было, беру какие-то примеры из истории, которые известны, и сравниваю с тем, что есть сейчас, и вспоминаю опыт своей деятельности, общаюсь, еще раз говорю, с теми людьми, которые еще остались в профессиональном поле, в тех или иных, не может быть и человек-экспертом во всем. Это сегодня модное веяние, говорить о мировой политике, о коронавирусе. Это одни и те же говорящие головы говорят обо всем. И в целом, ну вот, я, ну я очень насторожен и, скажем, прогностически мне хочется надеяться на то, что будет позитивная развязка, даже с точки зрения того, что может быть нам просто повезет. Но еще раз говорю, с профессиональной точки зрения пока краски для меня становятся темнее, а не светлее. И такой вопрос, я вот в начале нашей программы упоминал о том, что вот, может быть, я заблуждаюсь, может быть, я просто не видел, но мне кажется, что наши силовые структуры все-таки где-то недорабатывают. Не слышно в новостях сообщений, вот оштрафовали человека, оштрафовали того или иного предпринимателя, который, потому что нарушения есть, в принципе. И это видно, я говорю, возят некоторые маршрутки, вот в последнее время вообще полные, даже люди стоящие есть. А недели-две тому назад водитель выглядывал, посчитал там 5-6 человек, все, он больше никого не брал, ехал дальше. А теперь как-то начали немножко, так сказать, попустили. А, понятие, я думаю, что здесь есть тут две составляющие. В стране правового нигилизма и попрания любых норм такие жесты будут приводить в сегодняшние ситуации непрофессионализма, отсутствие какого-то нарратива к происходящему будут приводить только к тому, что ситуация будет обостряться. Потому что неравноправие условий, возможность работы одних и желание жесткого отношения к другим, практически уничтожение среднего бизнеса и дальнейшее сдаивание денег с предпринимателей, как их называют, насиловики, которые ходят и занимаются, как модное слово в Одессе, обелечиванием, оно приведет к совершенно обратному эффекту. Это будут не позитивные, скажем, штрихи к борьбе с коронавирусом, а это будет дальнейшее обострение общего негатива и общего разочарования к тому, что произошло в Украине, к тому, что произошло в городе, в области. Здесь очень тонкая ситуация, понимаете? Для того, чтобы включать такой механизм, должен сам этот государственный организм быть здоровым. А если он глубоко болен, то здесь такая для меня вопрос очень риторический. Я думаю, что мы здесь должны с другой стороны подходить к решению этой задачи. Вы сами, так сказать, соблюдаете карантин? Я говорю, я в рамках своих знаний, в рамках эпидемической настороженности, я базовые все моменты выполняю. Но еще раз говорю, не довожу это все до утопии. То есть вы, так сказать... Я не закрылся, я не закрылся. Вы не закрылись, да? В квартире, на самоизоляторе, ну и даже то, что мы сегодня с вами сидим в этой студии. Поэтому, ну и не планирую это делать. Добренько. Ну что ж, будем надеяться, что все-таки когда-то основные темы будут на наших телеэкранах, там, в радиоэфирах и на полосах газет совершенно иные. Очень хочется, чтобы мы с вами встречались по другим темам. Потому что действительно уже это какая-то коронозависимость становится у людей информационной. И все, все прилинули к этим ящикам, все смотрят, ждут чего-то нового. И каждый день идут какие-то новые вбросы. Причем эти вбросы... Понятное дело, что телевизионщики и те люди, которые якобы аналитики, как вы говорили, они стремятся, так сказать, что-то такое жареное подкинуть, чтобы привлечь внимание себе, чтобы каким-то образом пропиариться. Вот что больше всего настораживает. Ну вы же с профессиональной точки зрения, вы в медийной сфере давно, и вы такое известное лицо профессионал, это будет совершенно правильно сказать. Вы понимаете, что мы живем в период быстро растворимых новостей. То, что создает такую эмоциональную вспышку утром, уже не имеет никакого смысла в обед, а вечером уже об этом все забыли. Поэтому еще раз говорю, излишняя гиперинформатизация, которая случилась, она сегодня приносит вместе с собой дополнительные еще психологические девиации. Потому что человек не способен переваривать и воспринимать. То есть желание потреблять легкую информацию в таких объемах, оно приводит к тому, что человек начинает теряться, у него теряются ориентиры, тем более, ну еще раз говорю, уровень образования и знаний становится не выше, а ниже. И это все вот такой диссонанс между этими моментами, он рождает определенную проблему, которая превращается в психоз и панику, к сожалению. У меня дома хороший фильтр, моя супруга. Когда она меня застает у телевизора, я смотрю новость, она приходит, просто выключает и говорит так, знаешь что, иди там что-нибудь на кухне приготовь. Наше время, к сожалению, подошло к концу. Напоминаю, Дмитрий Волшенков был у нас в гостях, кандидат медицинских наук, заместитель председателя облгосадминистрации. В прошлом, не сейчас. В прошлом, да. Вот, был депутатом 5-го созыва, народным депутатом Украины, депутатом был совета 5-го, 6-го созыва. Желаю вам, прежде всего, здоровья, энергии. Ну и нашим телезрителям. И нашим телезрителям. Спасибо вам большое. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова